Плановый ремонт водовода диаметром 800 мм на улице Азовской начался ещё в прошлом году. Тогда заменили 530 метров трубы. Зимой работы приостановили, чтобы в отопительный период не оставлять жителей без воды. Теперь пришла пора закончить ремонт. Ночью с 9 на 10 апреля к отремонтированному участку присоединили ещё 130 метров трубопровода, который смонтировали заранее. Чтобы произвести переключение, нужно было на время прекратить подачу воды в нескольких районах. Это почти вся верхняя часть города – от совхоза «Восток» до «Заветного». Жители предупредили об отключении в социальных сетях, по телевидению, радио, через газету и интернет-сайты. По плану работы должны были начаться в 20.00 и завершиться в 12 часов сегодняшнего дня, 10 апреля. Бригады справились с работой досрочно. Уже в 8 утра мы стали выходить на режим подачи воды в город. В период отключения люди не остались без питьевой воды. Был организован подвоз спецмашинами. Они сделали выезды в 70 точек. Подкачивающие насосы заработали уже в 8 утра. Качество воды проверила лаборатория. Если у жителей возникают вопросы по качеству питьевой воды, нужно обратиться в диспетчерскую службу 3.32.42. И наши службы выйдут и проконтролируют качество. Водопровод по Азовской требовал срочной замены. Труба была ветхая. После ремонта за надежность водоснабжения на этом участке можно ручаться. Жители, которые живут в том районе Азовска и Белинска, видели этот объем работы. Они понимают, что угроза затопления от порыва водопровода устранена. В общей сложности в два этапа заменили 660 метров трубы. На эти работы из краевого и местного бюджетов потрачено около 25 миллионов рублей. Влада Волошина, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.